Теперь картофель фри будет выпускать и в Жамбулской области. Компания Farm Frights, имеющая 50-летнюю историю, намерена начинать строительство завода по производству этого вида пищевой продукции в 2020 году. Об этом стало известно на встрече главы региона Оскара Морзахметова с директором компании Йосом Денбуром. Сегодня же о Ким области Оскар Морзахметов принял директора турецкой компании «Казак Сода ЛЛП» Исмаила Жайлана. В ходе встречи стороны обсудили возможность открытия производства по производству кальцинированной соды в Сарасулском районе. Крупная зарубежная компания, обеспечивающая продукции Макдональдс и Киевси, намерена инвестировать в экономику региона. В начале следующего года на территории специальной экономической зоны «Химический парк Тарас» начнется строительство завода по производству картофеля фри. Наша компания зашла на рынок Казахстана в 2015 году. С того времени мы отобрали пробы картофеля по всей стране. Именно в Жамбылской регионе была зафиксирована высокая производительность. Кроме того, заинтересованность в реализации проекта проявила национальная компания «Казахинвест». Нам предложили начать работу на территории социально-экономической зоны «Химический парк Тарас». Мы рассмотрели данное приложение и намерены построить завод здесь. Его возведение начнется в апреле 2020 года. Уже в 2022 году мы планируем начать поставки картофеля фри на рынок. Производственная мощность предприятия составит 70 тысяч тонн продукции в год. «Химобласти» Аскар Мурзахметов, ознакомившись с планами компании, отметил высокий потенциал региона по снабжению завода сырьем. К примеру, в области будет засеяно порядка 10 тысяч гектаров картофеля. Христиане намерены увеличить посевы в случае дополнительного спроса со стороны предприятия. При вводе в эксплуатацию этого проекта будет обеспечена работа порядка 350-400 местных жителей. Мы со своей стороны видим, что проект эффективен. Производство картофеля фри – это не только инвестиционный проект, но и хорошая возможность развивать потенциал сельского хозяйства. Жамбылские аграрии будут обеспечивать компанию необходимым количеством сырья. Кроме того, региону необходим современный оборудованный завод по переработке сельскохозяйственной продукции. Учитывая эти факты, мы приветствуем реализацию проекта. Необходимо официально оформить соглашение и учитывать ответственность Акимата за реализацию проекта. «Химобласти» Аскар Мурзахметов также принял директора турецкой компании «Казак Сода ЛЛП» Исмаила Желана. В ходе встречи стороны обсудили возможность открытия производства по производству кальцинированной соды в Сары-Сусском районе. Директор компании «Казак Сода ЛЛП» обратился с просьбой, как ему области решить проблемы с электроэнергией. Также компании необходима земля для начала строительства железной дороги, необходимой для транспортировки продукции. В свою очередь, глава региона отметил, что есть требования к финансированию из бюджета на строительство необходимых инфраструктур сетей. Поэтому руководству предприятий, которые не успели подать бюджетную заявку на следующий год, пока пришлось сделать необходимые работы за свой счет. Директор компании же согласен с этими требованиями и предложил составить необходимый документ. На первом этапе проекта компания сможет производить 400 тонн продукции, а на момент открытия производства 95% работающих здесь будут из числа местных жителей. Соответственно, поговорили и о подготовке кадров. Стороны договорились о взаимном сотрудничестве.